Петровка, 38, в студии Михаил Шептун. Здравствуйте. В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали двух рецидивистов, которых подозревают в целой серии краж в Одинцовском районе. Из чужих домов они похищали компьютеры, ювелирные украшения, деньги, банковские карты. Общий улов домушников превысил 10 миллионов рублей. Максим Ларин с подробностями. Поздно вечером жильцам этой квартиры в подмосковном Одинцове не до сна. У полицейских есть вопросы к главе семейства, и церемониться силовики не намерены. По оперативной информации, этот мужчина – серийный домушник. В это же время полицейский спецназ штурмует квартиру в Подольске. В ней проживает друг злоумышленника, по совместительству его подельник. Мужчины на протяжении полугода проникали в частные дома в Одинцовском районе и выносили все ценности. К процессу злоумышленники подходили основательно. Вначале приезжали на разведку, выбирали дома побогаче и выясняли, когда владельцы надолго покидают жилище. Все остальное было делом техники. Чтобы попасть внутрь, домушники просто отжимали окна. И пока один из них следил за обстановкой снаружи, второй без спешки орудовал внутри. После визита незваных гостей хозяева лишались даже духов и одежды. В ходе обыска в квартирах фигурантов обнаружены и изъяты ювелирные украшения, банковские карты, мобильные телефоны и оргтехника. В настоящее время установлены обстоятельства четырех краж, совершенных злоумышленниками. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. А один из потерпевших заявил о пропаже сейфа с деньгами. На допросе оба задержанных заявили, они успешные люди. Этот мужчина, например, в свободное от краж время работает генеральным директором строительной фирмы. Ни в чём не признаётся и его подельник. Знаете, за что вас задержали стройники полиции? Как выяснилось ранее, два товарища уже были неоднократно судимы за кражи и грабежи. Теперь они снова вернутся за решётку. Обоим грозит до 10 лет. Максим Ларин, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. Сырная афера помогла подмосковным мошенникам обогатиться на миллионы рублей. В Нарафаминске задержана группировка, которая обманным путём похитила у бизнесменов более 9 тонн сыра. Полиция, дверь открываем! Трое злоумышленников узнали о поставке в Россию крупной партии товара из ближнего зарубежья. Когда сыр был в пути, они позвонили водителю, который перевозил груз, и назвали ему другой адрес. А там уже перегрузили товар в свою машину. Кого перенимал, сначала товар, передал водителю деньги, забрал документы и перелёг второму водителю. Вот и всё. И не участвовал на загрузке, перегрузке. Похищенный сыр аферисты продали на рынках московского региона. Вы купили ворованный сыр. Вы знали об этом? Нет. Потерпевшие коммерсанты оценили ущерб в 3 миллиона рублей. При обысках и у злоумышленников изъяли около 10 миллионов. Все задержаны и помещены под арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На юго-востоке Москвы полицейские задержали гостя столицы, которому срочно потребовались деньги. И он решил добыть их лёгким способом. Ограбил пенсионера. На этих кадрах жертва подходит к подъезду. Налётчик стоит в стороне и делает вид, что разговаривает по телефону. Это обманный манёвр. Как только пенсионер заходит внутрь, злоумышленник устремляется за ним. А вот уже с добычей убегает. Ущерб составил 9 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия. Им оказался 32-летний приезжий. В ходе личного досмотра часть похищенных денежных средств была обнаружена и изъята. Остальное злоумышленник успел потратить на личные нужды. В ближайшее время за грабёж задержанный ответит перед законом. В тюрьме мужчина рискует провести 4 года. На северо-востоке Москвы студент задержал вора. Домушник залез в квартиру молодого человека ночью, бесшумно прошёлся, собрал ценные вещи и также тихо попытался скрыться. Но из-за одного неверного движения ограбление провалилось. Любовь Фомичёва расскажет подробности. Ограбленная квартира находится на втором этаже. Её вор выбрал, потому что на окнах не было решёток. Добрался до туда домушник вот по этой газовой трубе. Потом бесшумно открыл форточку и залез внутрь. Савелий рассказывает, сразу после случившегося они поставили на окна решётки. В ту ночь, вспоминает молодой человек, вся семья спокойно спала. Орудовал вор очень тихо. Он обошёл все комнаты, но его присутствие никто не заметил. А вот уйти бесшумно злоумышленнику не удалось. За окном он задел уличный холодильник. От грохота Савелий проснулся. Я поворачиваюсь и не нахожу свой ноутбук. И в такой панике стою, не понимаю, что делать. Смотрю, ну уже включая большой свет в своей комнате, смотрю в сторону прихожей. И в прихожей нет маминой сумки. Вот. И так сложилось то, что я понял, что нас ограбили. И пошёл смотреть на кухню и увидел там открытое окно. Не раздумывая, Савелий бросился в погоню за домушником. Далеко вору уйти не удалось. Молодой человек догнал его, задержал и вызвал полицейских. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили у подозреваемого похищенное имущество. По данному факту, следствием отдела МВД России по району Марфина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража. В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Как выяснилось позже, на квартирных кражах задержанный специализируется практически всю свою жизнь. Неоднократно был за это судим. К Савелию он залез ровно через неделю после очередного освобождения. Но свою вину задержанный решил не признавать. Я шёл просто ночью. Увидел сбоку дома сумку. Я подошёл, с этой сумки начал, короче, только я к ней подошёл, я взял в руки и выслушал пацан с совком большим. Всё, начал на меня орать, и я начал убегать. За проявленную бдительность и за содействие в раскрытии преступления Савелия Лазуренко в УВД по северо-восточному округу наградили грамотой. Превратил обычную квартиру в настоящий оружейный склад. 34-летний житель подмосковного Королёва у себя дома коллекционировал пистолеты и ружья. А некоторые экспонаты изготавливал сам. На досуге мужчина баловался наркотиками. Кроме внушительного арсенала, полицейские обнаружили у него и коллекцию зелья. Марсель Нургатин далее. Почти полторы тысячи патронов, гранаты, порох, защитные шлемы, оптические прицелы и оружие на любой вкус. Эта квартира в Королёве больше похожа на склад боеприпасов, чем на жилое помещение. Хозяин внушительной коллекции – вот этот молодой человек. Он не без гордости показывает, где какой экземпляр найти. Судя по огромному количеству комплектующих для пистолетов и ружей, в квартире парень не только хранил оружие, но и собирал его сам. В оперативной разработке у полицейских злоумышленник был давно. Его подозревали в хранении наркотиков. С ними и задержали чуть раньше на одной из улиц города. Когда стражи порядка пришли к молодому человеку с обыском, арсенал стал для них полной неожиданностью. Запрещенные вещества в квартире тоже нашлись. Оперативники изъяли у парня 20 свертков с порошком, кристаллическими и растительными веществами, контейнеры с таблетками, а также электронные весы. В результате химической экспертизы установлено, что изъятое является психотропными веществами, амфетамином, МДМА, спайсом, апофеном и псилоцином, а также наркотическими средствами, марихуаной и гашишем. Общей массой около 100 граммов. Перед законом молодой человек теперь ответит и за наркотики, и за оружие. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Сейчас злоумышленник под стражей. Ему грозит длительный тюремный срок. Марсель Нургатин, Любовь Имичева, Петровка, 38. О том, что еще произошло в Москве и других регионах страны, смотрите далее в нашем коротком видеообзоре криминальных происшествий. Уснул на лавочке и остался без дорогого смартфона. Злоумышленник услышал, что в куртке спящего мужчины звонит телефон и решил действовать. Не стесняясь очевидцев, вытащил гаджет и понес прямиком в ломбард. Ущерб 80 тысяч рублей. Подозреваемый задержан. За кражу он ответит перед судом. Буйный пассажир взялся за огнетушителя. Разбил три окна в автобусе и убежал. Правда, вскоре был задержан. Уголовный кодекс трактует этот поступок как хулиганство. Сейчас дебошир под подпиской о невыезде. Часы, броши, кольца и ожерелья общей стоимостью 135 миллионов рублей скрыла от сотрудников внуковской таможни москвичка, прилетевшая из Израиля. 28 украшений, известных ювелирных брендов она декларировать не стала. Говорит, все это богатство исключительно для личного пользования. Сейчас эта информация проверяется. В Магадане задержан подозреваемый в убийстве 4-летней девочки. Малышка пропала с детской площадки 12 мая. 65-летний подозреваемый ранее судим за убийством. По данным следствия, девочку он заманил в съемную квартиру, где задушила, затем вынес тело в мусорном мешке. Мотивы преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело. Так и не удалось попасть в столицу одному из пассажиров рейса Новосибирск-Москва. Мужчина крепко выпил перед полетом и во время посадки в самолет начал хулиганить. Агрессивный пассажир кричал и матерился. А когда экипаж попытался его успокоить, дебошир ударил обоих пилотов и бортпроводника. Он на меня камеру поднял? Слушай, а что вы себя не одухотно ведете? Командир воздушного судна принял решение отказать мужчине в полете. На помощь экипажу прибыли стражи порядка. Покинул самолет дебошир уже в их сопровождении. В отделе полиции буйный пассажир, видимо, от досады устроил истерику. Полицейским снова пришлось надеть на мужчину наручники. Впрочем, дебошира, который ранее неоднократно был судим, это не остановило. Уже за решеткой задержанный продолжил плеваться и оскорблять полицейских. Экспертиза показала, что в крови мужчины было полтора промилле алкоголя. Это примерно полбутылки водки. Пьяная выходка может стоить подозреваемому свободы. Возбуждено уголовное дело по статьям хулиганства на воздушном транспорте и оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Сегодня министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового из Кисловодска, который спас на пожаре пятерых человек, многодетную маму с детьми. Прапорщик полиции Владимир Хнырёв возвращался домой со службой, когда заметил пожар в одном из домов. Горела квартира. Владимир вызвал пожарных и поспешил на помощь. Вошел в дом, увидел, что там сильное задымление. Навстречу мне вышла гражданка с двумя детьми, после чего я поднялся на второй этаж, вошел в комнату, увидел, что там еще двое детей, взял на руки их детей, вынес на улицу. Владимир Хнырёв успел вовремя. Огонь распространялся стремительно. Едкий дым от горящих пластиковых панелей заполнил всю квартиру. Через несколько минут благодаря Владимиру вся семья была на улице. Увидев, что они уже босиком, он мне говорит, сажайте их в мою машину, потому что дети босиком, холодно, говорит. Первое, наверное, что у меня есть, это слова благодарности, потому что в такой момент не все останавливаются, не все могут ищи помочь. После того, как погорельцы оказались в безопасности, Владимир Хнырёв продолжил обеспечивать порядок на месте происшествия. За свой поступок он удостоен медали «За смелость во имя спасения». На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.